Нужно переходить не только по пешеходам к переходу, нельзя перебежать через дорогу. Нужно ходить на зеленый свет светофора. Нужно перед тем, как идти по пешеходу, поставить налево, потом направо. А кто тебя научил этим правилам? Этому научил меня воспитательница, учитель, мой папа с мамой. Кирилл, как солдат устав, четко произнес правила дорожного движения. А все почему? Азы Дорожного кодекса ребенку толково и доступно объяснили воспитатели и сотрудники ГАИ, которые знают, что безопасность ребенка зависит не только от родителей, но и от ответственных за тех, в чьем мире преобладают ярко-розовые цвета. К сожалению, приходится констатировать, что за прошедший период на территории района возросло количество дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали детки. Это является одной из наших наболевших проблем, детский дорожно-транспортный травматизм с участием детей. В Центре медицинской реабилитации «Тамашовка» периодически проводятся профилактические мероприятия, в том числе и творческие. Детям нужна образность, игра, осознание их личной причастности. И такая форма, как тематические иллюстрации, ему была высоко оценена. Дети с большим энтузиазмом подошли к запоминанию правил дорожного движения. Каждый пытался доказать, что владеет ценными знаниями, касающимися данной тематики. Дети сразу загорелись этой идеей, стали рисовать, придумывать, очень переживали, плакали. У кого не получался велосипед, они стояли возле оригиналов, срисовывали, старались, очень понравилось. Сегодня рисовали просто уже на последнем издыхании, но надеюсь, все получилось хорошо. Но, конечно, самой эффектной частью мероприятия стало подведение итогов конкурса детского рисунка с необычным названием «Крути педали безопасно». Название говорит само за себя. Именно велосипед становится другом детей в летнее время, и одновременно именно велосипед представляет опасность для них. Понимая это, ребята постарались отобразить в своих работах свои знания. Старания заслуживают награды. За лучшие рисунки дети получили фликеры, точно зная, для чего они нужны. А тебе сегодня вручили какой-то подарок, да? Да. Что это такое? Это фликер. Для чего? Ты знаешь, для чего? Да, чтобы он отражал. Когда светит фарь, он должен отражать. Есть много правил дорожного движения. Но самое главное – это то, что нужно переходить дорогу на пешеходе или на светофоре, когда он горит зеленого цвета. Я знаю, что нужно не перебегать дорогу, а проходить то, что нужно только идти на зеленый цвет. И на велосипеде только с 14 лет. Подарки – это хорошо, но ведь самое ценное – приобретение нужной информации, которая ребятам обязательно понадобится в повседневной жизни. Ведь дети – особенные люди. Они не обременены ответственностью за кого-либо и за себя. Поэтому им стоит чаще напоминать, что существует некий порядок, подчиняться которому обязан каждый. А пока дети мирно разгуливают по тротуарам профилактория, родители спокойны, ведь с их чадами будет все в порядке, благодаря присмотру воспитателей и работе инспектора в ГАИ.